Привет! Добро пожаловать на канал Информ ТВ. Режиссер, сценарист и актер Валерий Приемухов в любом образе был пронзительным и честным. Зрители верили артисту и видели в нем человека, способного на открытый разговор. Но всего одна роль в антихристианском фильме пошатнула его веру в свои силы. Окончив школу, Валера никак не мог определиться с выбором профессии, поэтому немного работал на почте, потом устроился токарем на завод. Именно здесь он стал заниматься в театральной студии, а руководители обратили внимание на его способности и посоветовали поступать в училище. Парень прислушался к ним, окончил учебное заведение и по распределению попал в драмтеатр города Фрунзе в Киргизии. Он отработал положенных три года и поехал в столицу. В Москве он поступил на сценарный факультет ВГИКа. Одновременно с учебой подрабатывал, кочегаром и дворником, благодаря чему получил служебное жилье. Уже с дипломом долго не мог найти работу по специальности, приходилось дорабатывать чужие сценарии. Порой он спал по несколько часов в сутки. В качестве сценариста он дебютировал в фильме «Иван и Коломбина». Первую роль в кино и сразу главную сыграв в мелодраме «Жена ушла». Карьера стала набирать обороты. А всесоюзную славу и успех Валерию принесли работы в фильмах «Пацаны», а также «Холодное лето» 1953-го. Но были роли, о которых он жалел. Например, Иван Ильич в драме «Притчи» режиссера Кайдановского «Простая смерть». Приемахов называл этот фильм антихристианским. Еще студентом Дальнемосточного института Валерий влюбился в однокурсницу, красавицу Эллу Красовскую. Они стали вместе жить, но отношения быстро разладились, а все из-за его безумной ревности. Второй серьезный роман был у него с актрисой Людмилой Марченко. Официально они брак не заключали, хоть и стали родителями девочки Нины. Приемахов до ужаса ревновал Людмилу, но сам при этом позволял себе романы на стороне. В результате через несколько лет они расстались. Потом он четыре года состоял в браке с молодой актрисой Ольгой Машной. В последние годы рядом с ним была Любовь Шутова. Именно она заставила его пойти в больницу, так как приемах его сильно мучили головные боли. Диагноз оказался страшным – рак головного мозга. Валерий был уверен – Бог наказал его за тот фильм. 56-летний актер сгорел за считанные месяцы. 24 августа 2000 года он исповедался и причастился. На следующий день его не стало. Похоронили великого артиста на Кунцевском кладбище столицы. Сейчас на этом месте возвышается красивый черный мраморный крест. А вы помните замечательного актера Валерия Приемухова? Какие роли у вас самые любимые? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь, а также жмите на колокольчик. Удачи!